Семейные тайны. Дональд Трамп в интервью с журналистом рассказал о планах жены и сына и впервые о конфликте с предшественником. Почему между ним и Обамой пробежала черная кошка и когда первая леди переедет в Вашингтон? Дмитрий Анопченко знает ответы. Со времени инаугурации их практически не видно. Милане и ее сына Байрона. Миссис Трамп редко-редко мелькнет в новостях. В основном на протокольных мероприятиях, где без присутствия первой леди уж совсем не обойтись. Она по-прежнему живет отдельно от президента в Нью-Йорке, в Трамп Тауэр, под окнами которого постоянные пикеты. Ведь город ежедневно тратит на обязательную в таких случаях охрану миллион долларов в день. Это злит жителей мегаполиса. Да и других поводов для возмущения политикой Белого дома у противников Трампа хватает. Мы живем в стране с предрассудками, где женщины зарабатывают куда меньше, чем мужчины. Права женщин тут постоянно под атакой. Ущемляют женщин всех религий, цветокожей или национальности. Мы тут ради солидарности. Когда первая семья Америки будет вместе и будет ли, этим вопросом в прессе тут задаются часто. И лишь сейчас Дональд Трамп дал четкий ответ. В интервью Washington Times он сообщил, что все случится уже этим летом. Мол, все писанные и неписанные правила нарушили из-за 11-летнего ребенка. У него в разгаре был учебный год. Пришлось бы перейти в другую школу, бросить свою футбольную команду. И для сына Трампа это была такая травма, что решили повременить. Новый президент США признал, первые 100 дней в Белом доме и для него, и для семьи серьезное испытание. В том числе и из-за нападок прессы. При этом Трамп уверен, когда Мелания приступит к обязанностям первой леди, справится без проблем. А вот другая тема вызывает у него раздражение. Трамп резко прервал интервью CBS, когда журналист спросил его об отношениях с Обамой. И о том, что по приказу предшественника Трампа якобы прослушивали. Вы можете рассматривать это так, как вам угодно. Вы не должны спрашивать меня. У меня есть свое мнение, у вас свое. Но я хочу знать ваше мнение. Вы президент США. Этого достаточно. Спасибо. В чем причина такой реакции, написала та же Washington Times. Оказывается, два президента, нынешний и бывший, игнорируют друг друга. Всего один раз они попытались созвониться. Барак был вне зоны досягаемости. А когда перезвонил, его соединили только с помощником Трампа. С тех самых пор никаких контактов, что в Америке не принято. Но причина не только в личных обидах, пишет газета. Трамп по-прежнему уверен, что штаб его в ходе гонки прослушивали по указанию Обамы. И что все нынешние неприятности в его команде всесливы в прессе из-за этого. Вот два политика и прекратили общаться. Став пока что не врагами, но уж точно не сохранив даже видимости хороших отношений. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.